МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сортопрокатный цех – это фактически завод в заводе. Его будовниство началось в 2012 году на площади, которую хотела бы для изведения некоторых жилых микрорайонов. Сам будинок цеха имеет высшую 28 метров, приклад на 10-поверховый дом. Будовники признаются, что ранее им такого делать не приходилось. Масштабных таких объектов в нашей области не строилось. Он специфический объект, он не типовой. Сравнивать с чем-то не предоставляется возможным. То есть он такой единственный. В данном этапе объект находится на стадии водоэксплуатации. Работы закончены, фактически строительные. Ведется горячее испытание оборудования. В ходе будовництва, якое вялось округлосуточно, специалистам довялось выращать множество инженерных задач, выкористовывать технологичные инновации. Некоторые у першиню. Одным из самых складанных объектов стала яма Акалин и глубиной 20 метров. Прозвращение проходит вода для остуджения металла подчас прокату. Замкненный цикл дозволяя максимально выкористовывать энергию и позбегнуть брудных выкидов у природооховную зону. Еще одна особливость – это проектование, якое ушло одночасово с будовничными работами. Параллельное проектирование при таких стройках, оно необходимо, потому что могло бы затянуться это не на три года, а на шесть лет. И оборудование, которое мы запустили бы через три года, если бы не было проектирования этого, оно бы было уже морально устаревшим. И продукция, соответственно, была с большой себестоимостью и не конкурентно способна на рынке. Детали технологичного процесса металлурги поколь не раскрывают, при том, что выпуск продукции фактично уже иде в тестовом режиме. Головный экономичный плюс – высокий добавочный кошт готовой продукции. Для ее выпуск уберется недорогая сыровина, с которой отрымливается арматура розного диаметра. Она широко запотребована в будовництве и залеживаться на складах не повинна. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио компания «Гомельс» Жлобина. На базе санатория «Золотые пески» распочалась 13-я Международная школа конференции «Актуальные проблемы физики и микросвету». Она продолжится до 7-го жнивня. Традиционно улику у дельников этого высокоинтеллектуального мероприемства – представники Беларуси, России и Украины. Все лето так само присутствуют новоковцы со Швейцарии и Италии. Чекаются дельники с Германией и Великобританией. Вероника Ворошилина с подробностями. 13-я Международная школа конференции «Актуальные проблемы физики и микросвету» объеднала больше 100 новоковцев, аспирантов и студентов с краин близкого и далекого замежа. Треба отзнашить, что первый подобный новоково-адокацийный форум на Гомельщине был проведен 44 года тому. Йод был организован и тут же о малевничем месте с пригожей назвой «Золотые пески». Тогда, конечно, не было таких роскошных, как сегодня, апартаментов. Было скромное одно здание. Первая школа состоялась в спортивном зале. Сидели на низких гимнастических стульях. И в качестве технического средства была доска и мел. Но это было историческое событие. Идея проведения первой международной школы по физице належала Объединенному институту ядерных доследований. До речи, его представники, как и заусюду, в леку гоноровых гостей. Объединенный институт ядерных доследований – это свой особенный центр супрационистства разных краин, накерованный на развитие сусветной навыки. Институт занимается в основном тремя глобальными направлениями. Физика элементарных частиц или физика высоких энергий – это как-то как синонимы используются. Ядерная физика, в том числе исследование новых элементов, поиски новых элементов в природе химических, я имею в виду. И физика твердого тела. Крайне важна в последнее время, в частности, для технологий. Это уже не только чисто фундаментальной науки, но и для технологий. Международная школа-конференция – выдатная пляцовка для обмяну в опытом, обмеркования цікавых идей, выника у працы и досягнений. А тому она выкликает неподробную цикавость у молодых навыковцев. Мы и слушаем, и делаем доклады. Потому что здесь есть люди с очень высоким уровнем опыта, которые могут что-то подсказать, дать какие-то наводки на исследования, которые мы проводим. За 10 днём конференции особливая увага будет присвящена технологиям экспериментов надеющих и плануемых поскоральниках. И это не выпадково, бо новоколцы нашей краины унесли важкий вклад у открытия новой частицы Базона Хиггса. 21 белорусский доследчик унесены в спис с ауторов этого сусветного открытия. В целом, першопожатковая международная школа по физике задумывалась, как выключно теоретичная. Алистягом часу многие загученных тут идей знайшли свое практичное применение. Все это когда-то началось отсюда, с каких-то, казалось бы, теоретических лекций, с сугубо каких-то, казалось бы, не имеющих практического применения идей. Но со временем это все превращается в реальные продукты, в реальные полезные для техники, для медицины, для материаловедения, для прибора строения. Вероника Ворошилина, Валериха Панько, телерадо и компания «Гомель». Глядите, сегодня у 18.10 и у промым эфиры телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Деалог». Гость студы, генеральный директор Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты Марина Филонова. Свои пытания не можно задать по телефоне промого эфира у «Гомели» 77 68 45. У «Гомельской» в области назеряется сезонный усплёск дорожно-транспортных здареньев у тымлику и повинений твярозых водителев. Об этом, подчас гарача линия, у промым эфиры «Радио «Гомель-Плюс»» поведомил часово, выконывающий обовязки начальника управления УДАИ УУЗ Гомельского обловы «Канкама» Андрея Гаркуша. Традиции на летний период зауседы характеризуются повеличением колькости дорожно-транспортных здареньев. За пошнее по угоду, колькость аутотранспорта у «Гомельской» в области повеличилась на 4% альбу 25 тысяч автомобилев. А кроме этого, назеряется массовый отъезд на отпочинок, а так само повеличение транзитного транспорта. Усех этой причины у сукупности дают несутешальную статистику. С початку года на территории «Гомельской» в области зарегистровано 244 дорожно-транспортные здаренья, у которых 53 человеки загинули, и аж 247 отрымали травмы разной ступени тяжкости. В связи с этим Держалтой инспекцией было принято решение об проведении додатковых мероприемств по профилактице дорожно-транспортного травматизма. Проводятся рейдовые мероприятия на выявлении и пресечении правонарушений данной категории участников дорожного движения, проводятся различные беседы в трудовых коллективах, в организациях. Данные мероприятия проводятся с участием общественных объединений, добровольных дружин. Экспозиция фоксимильных церковных выданий и летописных помников проходит у музея редкой книги. Новая выстава книг примеркована до тысячи годов памяти святого ровно-апостольного князя Владимира. В экспозиции «Хреститель Руси» представлены выдания наибольшь вядомых помников у сходнеславянской письменности. Это фоксимильное летописы и литературы религийного зместу. Выстава подробязно раскрывая эпоху и особу князя Владимира. Его деянностью свой час стала штуршком добурного развития у сходнеславянской культуры. Средо самых цикавых экспонатов, які представлены на выставе «Туровская Евангелие», датаванная 11-м стагодзем. Гэта самый старожитный письмовый помняк, які бузнойдены на территории Беларуси. Оргінал заховывается у Вильнюсе. А также интерес представляет Радивиловская летопись в период XIII век, где на 1000 листах представлены 617 красочных миниатюр, где можно увидеть сцены из жизни, можно увидеть и окрещение самого князя, и его дружины. И также различные исторические события в схематических изображениях можно проследить согласно Радивиловской летописи. Нормативно-правовые аспекты туристичной деянности будут обмерковывать сёне подчас семинара, який отбудется у Гомеле на базе в Училище Олимпийского резерву. Мероприемство проводит Национальное агентство по туризме суместно с филиалом Туристичный информационный центр «Гомель» и Управлением спорту и туризму Гомельского облыва «Канкама». В среду дельников – представники турфирм и индивидуальные предпринимательники, а также физичные особы, которые ожидают заниматься туристичной деянностью и которые стоят на улику в центре занятости. Гомельская команда «Ветрость» дебютовала в высшейшей лизе чемпионат Украины по мини-футболю в минулом году. Клуб занял шестое место в первенстве и дошел до полуфинала Кубка Краины. В будущем сезоне команда протягнет смагаться за трофей, однако уже под іншей назвой. За годы выступления в футзальном чемпионате Беларуси команда ВРЗ выиграла множество титулов у тем лику в активе «Две перемоги» у Кубку чемпионов. В минулом сезоне клуб выросил попробовать себя и в мини-футболе и под назвой «Ветрость» заявился сразу в высшейшую лигу. Футзальный чемпионат так само не застався без вагона будовников. ВРЗ протягнул выступления в национальном першинстве. В будущем сезоне все намагания на мини-футбольный чемпионат, а тому команда отримала больше обычную для болельщиков назву ВРЗ. В тренерском штабе команды чекают, что в другом сезоне будет складание дебютного. Если в минулом чемпионате действие мела место недооценка с боку соперника, то в будущем на это различовать не варто. Сейчас подрехтовка до нового сезона в самом разгаре. А кроме тренировок, в планах проведение товаристских матчев и удел в турнирах. Мы сделали ряд выводов для себя. Мы учимся здесь и скорректировали подготовку к чемпионату, исходя из тех ошибок, которые мы совершили в прошлом сезоне, чтобы не повторить в этом. Это информационный выпуск телерадио компании «Гомель» завершенный. Наступных глядите на телеканале «Беларусь-1» у 15.01.10 хвилин. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова